Эдуардо Яньес и Адела Норьега в фильме «Года Лупе» Оригинальная новелла Дели и Фиалу Телеверсия Табаро Перес В фильме снимались Зули Монтеро, Мириамо Чо, Мара Кроата, Браулио Кастильо, Сальвадор Пинеда, Лаура Фабиан, Грисель Доногей, Романоло Вильяверде, Жан Пьерно Эр, Эктор Травьесо, Роса Филиппе, Флор де Лото, Мерлин Ромеро, Ангель Эспасанде и другие Музыка Роберто Лили, Альберто Кампой Режиссер Грацио Д'Анджело Продюсер Хосе Круссельят Гуаделупе Гуаделупе Гуаделупо У неё ребёнок. Она его уносит. Идём. Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Почему бы вам что-нибудь не съесть? Если хотите, я приготовлю вам суп. Вы подкрепитесь и не перегрузите желудок. Добавил DimaTorzok Теперь нужно свести все расчёты. Синьор, приготовить что-нибудь лёгкое на ужин? Нет, нет, спасибо. Я не буду ужинать здесь. Как только закончу, вернусь в офис и не знаю, когда освобожусь. А Луиза? Где она? Что-то её не слышно. Думаю, Луиза у синьора дельфины. Луиза у синьора дельфины. Да. 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 Луиза у синьора дельфины. Нет, нет. Отпусти его. Отпусти. Нет, нет. Отпусти. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Наверное, она уснула Похоже, просыпается Готово? Что готово? Вы поговорили с душами? Даже больше Я совершила астральное путешествие в дом Чтобы все проверить Астральное путешествие? Ну и как? Вы установили причину? Причину Ты была права, Сира Этим домом завладели примитивные создания Черные духи Нужно много света Чтобы указать им дорогу, где они Обретут покой И что же? Придется провести заклинание А вы, Мария! Нужно очистить этот дом И предупреждаю Это тяжелая работа Которую должна сделать лично я Что ж Если так Лучше сделать это Как можно Скорее Спокойно Сначала мне нужно Приготовиться Набраться сил Защитить себя Потому что Работа в этом доме Не шуточное дело Вы уже закончили? Я принесла вам кофе Спасибо, Этель Мира Это то, что мне нужно Все спокойно, да? К счастью Даже сеньора Дельфина не слышно Все спокойно А, Луиза? Виолетта ее ищет Я хочу увидеть ее До отъезда в офис Правда, она меня не узнает, но А где ключи, Этель Мира? Какие ключи? Я оставил здесь ключи А теперь их нет Поищите в карманах, сеньор Нет У меня их нет Я уверен, что оставил их здесь Ну, кто мог их взять? Мама! Мама! Сеньор Карлос! Сеньора Луиза нет в доме Ты хорошо поискала Может быть, она в саду? Нет, мама Я искала во всех комнатах Даже в шкафах Поскольку она в таком состоянии То иногда прячется там Ты уверена, Виолетта? Уверена, что ее нет? Ее нигде нет Сеньора Луиза ушла из дома Неужели она снова убежала? Господи, сеньора Луиза на улице В таком состоянии Ключи Нет, не может быть Сеньора Луиза не могла унести ключи от машины, сеньор Если бы сеньора Луиза была в своем уме Представляете, какие проблемы были бы в доме для ребенка Лупе Правильно говорят, что Бухни делает, все к лучшему, верно? Ключи Ты хочешь сказать, что хорошо, что Луиза сошла с ума? Может, это и жестоко Но если бы она была как прежде Скорее всего, обижала бы Луиза Антонио Ее бы раздражал плач ребенка Она бы его видеть не могла Да А когда бы он подрос и начал шалить, она могла бы вполне отшлепать его Вы знаете, эта сеньора с коронарку Насколько я знаю, она била своих детей из-за любой провинности Была жестока с ними? Я что-то слышал Представляете, если бы она ударила этого ребенка Ей этого не позволят, Качита Сейчас, когда она такая, за ней присматривают И кроме того, она не имеет власти Поэтому я и говорю, хорошо, что у нее крыша поехала Согласен, в чем-то ты права Это понадобится при заключении контрактов Положи в архив к неподписанным контрактам Хорошо А как будут обходиться сейчас, когда Лупы здесь нет? Я хочу сказать, при управлении организацией Чтобы осуществлять операции Антонио получил необходимые полномочия И, разумеется, Карлос Он член семьи, и Лупы хочет, чтобы он занимал важное место в фирме Хотя, возможно, это и не понадобится Почему? Скорее всего, мы с Гуаделупой не уедем в Лос-Анджелес Как предполагали Это почему? Она говорила со мной, и я понял, что она колеблется Она была настроена очень решительно Альфредо заставило ее измениться Похоже, возобладала сентиментальность Ей жаль отнимать у него сына Какой кошмар Этот мужчина все еще имеет влияние на нее К несчастью, это так Нет Лупы не может отступить ради этого наглеца Я на вашей стороне, Рикардо Я поговорю с Лупы Нет, нет, сейчас лучше оставить ее в покое Потом я сам постараюсь переубедить ее Но в данный момент не стоит настаивать, Качита Она очень счастлива, радуется тому, что ее сына спасли Да Какое счастье Переживания уступили место радости Знаете что? Я ей позвоню и спрошу, когда она выходит из госпиталя Подожди, позвони чуть позже Недавно я говорил с ней, она сказала, что хочет поспать Субтитры сделал DimaTorzok Ой, прости Я тебя разбудил Не важно Я не слышала, когда ты пришел Я до тебя дотронулся И ты проснулась Ты уже давно здесь? Недавно Смотрел, как ты спишь Ты очень красива, когда спишь На меня нахлынули воспоминания О тех днях, когда мы были вместе Пожалуйста, Альфредо Ладно, ладно Я знаю, что не имею права говорить об этом Но воспоминаний нельзя избежать Да я и не хочу отказываться от них Я встану Подожди, я тебе помогу Альфредо, а где жеребенок? Где мой сын? Не знаю Где мой сын? Где малыш? Успокойся, что с тобой Тебе скучно ждать меня? Нет Нет Намного скучнее сидеть в запертии дома Тебе хочется погулять? Да Мне бы хотелось стать такой, как прежде Пойти в любое место, без посторонней помощи Ты можешь пойти, куда захочешь Любой может отвезти тебя, куда ты пожелаешь Брат, сестра И я в свободное время Это разные вещи Я хочу быть независимой Ходить на своих ногах Быть свободной Я тебя понимаю Сеньора, а вы Ничего не хотите рассказать мужу? О чем? Как это о чем? О своей реабилитации О своих успехах А, Арора тебе рассказала? Да Она сказала, что ты сделала несколько шагов Да Я сделала несколько шагов Что она еще сказала? Как это что еще сказала? Тебе кажется, это мало Ведь это так чудесно Аврора считает Если ты постараешься, то скоро полностью поправишься Сейчас я делаю упражнения в воде Она говорит, что скоро перейдем на тренажер Я смогу больше двигаться Прекрасно, дорогая Прекрасно, я так рад А вот когда ты полностью поправишься Вот тогда Мы подумаем о другом О другом? О чем? Не догадываешься? Нет О ребенке Малыш Альфредо и Годелупе Вызывает у меня зависть Я хочу иметь своего ребенка Нашего Когда я легла отдохнуть Он был здесь, в колыбельке Он спал, Альфредо У Годелупе нет повода для беспокойства Уверен, его унесла медсестра Не предупредив меня Годелупа, она увидела, что ты отдыхаешь И не захотела будить тебя Ребенка надо переодевать, кормить Нет, Альфредо, мне сказали, что он будет здесь Все-все, успокойся Вот увидишь, скоро его принесут Я нервничаю, Альфредо Значит, завтра тебя выписывают? Да Наконец-то Слава Богу и Пресвятой Деве Я ухожу вместе с сынишкой Я за вами заеду Нет, Альфредо Лучше не приезжай Прошу тебя позволить мне отвезти вас домой Я не знаю, во сколько меня выпишут Скорее всего, я поеду с Элехандро Он обещал Придется уступить крестному Ведь он был крестным Знаешь, Ката говорит, что там все готово к нашему возвращению Мне так хочется оказаться дома В своей комнате В привычной обстановке Среди семьи Там я смогу отдавать все время своему ребенку Как жаль, что я лишен всего этого Как бы мне хотелось быть с тобой и малышом И никогда не расставаться Гуадалупа Ты Дала мне надежду, что вернешься ко мне Это всего лишь надежда Мне бы хотелось Чтобы это было обещанием Это почти обещание Дорогая Альфредо Я прошу тебя об одолжении Не будем говорить о нас, пока я не расстанусь с Рикардо Хорошо Как скажешь И все-таки Я очень нервничаю Пойди узнай о ребенке Пожалуйста Хорошо Пойду спрошу Только ты успокойся Да, хорошо Как дела? Пуча, привет Где ребенок? Ты его не привезла? Чего дома? Нет Ребенка пока нет Но что случилось? Я подумала, ты привезла ребенка? Да-да, об этом не беспокойся Скажи, это точно, что он пробудет у меня недолго? Да Этого ребенка купят иностранцы Которые заплатят для него целое состояние Тебе придется позаботиться о нем Пока не приедут эти люди Но когда они приедут? Насколько это затянется? Спокойно Я привезу тебе ребенка И максимум через два дня за ним приедут Странно, что ты используешь меня Теряя при этом большие деньги Почему бы тебе само этим не заняться? Я не могу этим заниматься У меня тысячи дел Не считая заботы о муже Он очень известный адвокат Я не могу его потерять Я ни за что на свете не хочу его потерять Ну еще бы На тебя, Люба, посмотри, дорогая одежда, роскошная машина Видно, ты у него как королева Он меня очень балует Называет меня Пуччи Ты понимаешь, такого мужчину трудно найти Я должна его удержать, потому что жизнь трудная штука Поэтому я не могу заниматься малышом даже за большие бабки Мне очень нужны деньги Пуччи Что так? Ты прекратила свои консультации? Нет, но сейчас у всех тяжелые положения Кроме того, у меня были большие расходы На техническое оснащение моего дома И теперь ты сидишь без денег? Конечно Ты сама виновата Я тебе тысячу раз говорила, чтобы ты не связывалась с этим парикмахером У которого ни кола, ни двора Верно, у Чео ничего нет Но он такой добрый, у него нет денег Но он дает мне любовь А что ты ему скажешь о малыше? Что это твой ребенок? Что? Ты сошла с ума Он тебе не поверит, мой ребенок Сколько он тебя не видел, Пуччи? Поручи это дело мне, не беспокойся Господи И где он сейчас? Все стрижет? Весь квартал? Парикмахер Цирюльник Нет, он в доме напротив у своих сестер Ты с ними не ладишь? Эти святуши меня не переносят Ну и наградил Господь с сестрами Как это возможно? Чтобы мои сестры в таком возрасте не научились готовить Ужас какой-то Разве я виновата, если мне приходится ограничивать себя в еде? А сегодня я не хочу опростоволоситься перед Альфредо Он так давно у нас не был, я хочу устроить необычный ужин Кто придет на ужин? Хуан Павло Исидору, Чучу и мы Да, конечно Пригласили бедного Исидора, чтобы он принес еду Салат делаю я Моряку заготовит десерт А вы сидите себе спокойно Перестань жаловаться, Чео Этот Исидору святой Не знаю, как он все терпит Мне кажется, он так добр с вами Потому что влюблен в одну из вас А если и так, то что? Ничего, это прекрасно Исидора был бы потрясным свояком Тогда даже я мог бы обедать бесплатно Ну, вот, все готово Ну-ка Ты посмотри, какая красота, посмотри Видишь, сестра, все готово Хорошо, иди переодевайся, Чео Это будет семейный ужин К его приходу все должны быть здесь Я могу привезти Риту? Если она придет, я закроюсь в своей комнате С ней я не сяду за один стол Ну, сестра Никаких «но» Она пропащая женщина Она не только твоя сожительница Но и занимается спиритизмом У нее дела с самим дьяволом Агеда, все совсем не так Не преувеличивай Кроме того, Рита член семьи Она моя женщина Но не твоя жена Значит, если я на ней женюсь Вы ее примете? Да? Нет, Чео, никогда Грешница, которая оскорбляет Бога своими делами Никогда не переступит порог этого дома, Чео Агеда, знаешь, в чем дело? Для нее это бизнес, как любой другой И ее дела идут хорошо Сегодня у нее были три клиента Двое из квартала А вот третий Из высшего общества Никто иной, как приемная мать девушки На которой женился Альфредо У моей жены консультируются члены семьи Самбрано Луиза, ради Бога, не молчи Ответь на мой вопрос Говорите, сеньора Мы знаем, что вы можете говорить Пожалуйста, ответьте Что-нибудь сказала? Нет С тех пор, как пришла, не произнесла ни единого слова Сеньора Дельфина встревожена Она привыкла, что сеньора Луиза с ней И настаивает, чтобы я ее нашла и привела играть с лягушкой Господи Кроме того, она говорит, что попросила грушевый сок Потому что от персикового ей плохо Всегда одно и то же Бедная сеньора Дельфина Хотя, может, и лучше, что она такая и ничего не понимает Сеньора Луиза, хотите воды? Хотите что-нибудь попить? Бесполезно Я больше не могу Меня приводит в отчаяние и молчание Но особенно Это неопределенность Где она была? Что делала все это время, пока ее не было дома? Может быть, она ничего не сделала, сеньор Может быть, была недалеко от дома? Нет Я проверил машину Она стояла в другом месте Она бросила ее на улицу Успокойтесь, сеньор Карлос Луиза Если мы ее ненадолго оставим Может быть, она успокоится и объяснит, что произошло А что у сеньора Луизы в руке? Давай я посмотрю Нет, нет, нет Луиза, дай мне посмотреть Подождите, подождите Сеньора Пожалуйста, дайте мне это Я посмотрю, что там у вас Сеньора Луиза, дайте мне Пожалуйста Дайте, сеньора Дайте мне Ну Вот так Что это? Господи Это пинетка ребенка Луиза Где ты это взяла? Чья это пинетка, Луиза? Наследника Проклятого наследника Луиза, ради Бога Эту пинетку связала сеньора Гваделупа Она с ее ребенка Ребенок был в палате матери Должно быть, его принесли сюда? Я его не приносила, наверное, он там? Нет, сеньори, ты Там я уже смотрел Его несли в отдельную палату? Пожалуйста, сеньор, я вас уверяю В чем дело? Что-то случилось? Сеньор говорит, что ребенок был у матери Был, но сейчас его нет Я решил, что его забрали сюда Успокойтесь Иди, я разберусь Что конкретно произошло? Расскажите Мой сын был с матерью Она уснула, а когда проснулась, ребенка не было Мы подумали, что его принесли сюда Я пришел спросить Оказывается, его и здесь нет Не волнуйтесь, сеньор Робинсон Скорее всего, он у педиатра на осмотре Не беспокойтесь Я его поищу Сеньорита, послушайте Я его найду Успокойтесь Добрый день Я хочу поговорить с сеньорой Да, конечно, проходите Орангу Вы здесь? Оставь нас одних, Эстелла Да, сеньора С вашего позволения Произошло невероятное Ребенка унес другой человек Что? Когда мои люди решили приступить к действиям Они увидели женщину, которая вошла в палату и вышла С ребенком на руках Она его унесла Вышла с ним из госпиталя Не может быть, Орангу И вы знаете, о ком речь? О ком? Кто это был? Луиза Самбрано Она? Вы уверены, Орангу? Абсолютно уверен Откуда вы знаете? Мужчина, которого я использовал для похищения ребенка Был одним из тех людей, которые следили за Луизой все эти месяцы Он ее прекрасно знает И он узнал ее Это была она Господи, это женщина Но как это возможно? Как это возможно? Значит, все провалилось? Нет, нет, не переживайте В конце концов, все вышло так, как мы и планировали Я не понимаю, объясните Пожалуйста Этот человек знал, что Луиза не в своем уме Он догнал ее на стоянке И отнял ребенка Луиза Самбрано Боже Почему эта женщина пошла туда? С какой целью она хотела унести ребенка? Ну так что? Ваше желание исполнено Я, как всегда, оправдал ваше доверие Хорошо, Оранго Поздравляю вас Доведите работу до конца Ты нашел его? Что тебе сказали, Альфредо? Не отчаивайся Возможно, его забрали на осмотр Такое тоже бывает Его и ищут Успокойся Альфредо, я так боюсь Вот и лук Пришел Алехандро Он этим займется И он найдет ребенка Алехандро во всем разберется Да, но я так нервничаю Я сожалею, но ребенка нигде нет Этого не может быть Мы везде его искали Не осталось места, куда бы мы не заглянули Да-да, я спросила педиатра, медсестер Но никто из них не забирал ребенка из палаты Мой сын, мой сын Его забрал кто-то другой Но кто? Я всех опрашивала И в регистратуре сказали, что видели сеньору с ребенком на руках На нее обратили внимание, потому что она нервничала И была испугана Этого не может быть Такого не могло случиться Алехандро, как такое могло произойти? Я хочу видеть сына Кто его унес? Что ему сделали? Успокойся, мы должны действовать Я хочу видеть сына Где мой сын? Алехандро, пожалуйста, найди его Я сделаю все возможное Успокойся Простите, Луиза была здесь? Почему ты об этом спрашиваешь, Карлос? Потому что она взяла ключи от машины Ушла незаметно из дома Мы везде ее искали Но не могли найти А вернулась она Вот с этим Сказала, что была в госпитале Это с моего сына, Альфредо Это пинетка сына Успокойся, дорогая Это была она Где мой сын? Я хочу его видеть Пожалуйста, дядя Карлос Где мой сын? Она унесла нашего сына, Альфредо Луиза украла его Успокойся, успокойся Где мой сын? Я хочу его видеть, Альфредо Мы его сына похитили Пожалуйста, не надо так Успокойтесь Альфредо, ей нужно дать успокоительное Я ничего не буду принимать И не позволю сделать укол Я хочу видеть тетю Луизу Она должна сказать, что она сделала с моим сыном Надо ехать туда и потребовать, чтобы она сказала Да-да, едем Все будет хорошо Одевайся, Гвадалупа Я пойду оформлю документы на выписку Я пойду с тобой оплачу счет Успокойся, сейчас поедем Альфредо Дядя Карлос Луиза ничего не сказала Где мой сын? Что она с ним сделала? Она не сказала, где он Все оказалось бесполезным Мне очень жаль Я представляю, что ты сейчас чувствуешь Почему она унесла ребенка? Зачем она это сделала? Не знаю, Гвадалупа, не знаю У нее же не все в порядке с головой Луиза сумасшедшая, Гвадалупа Она сумасшедшая Мой сын, дядя Карлос Куда она его отвезла? Куда? Состояние Самбрано принадлежит мне Наследник не оспорит его у меня Его больше нет Он исчез Его увезли Все снова станет моим Дом Состояние Деньги Все 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 будет моим Моим Все будет моим Привет Я пришел вернуть книги Которые ты мне дала Ты уже уходишь? Да Возьмешь еще что-нибудь? Нет, нет Сейчас нет Не хочу тебя задерживать В другой раз Ты испугалась, увидев меня? Я должна привыкнуть Смотреть на тебя Как на любого другого человека Который приходит в библиотеку Но для меня это непросто Марикуза Мне бы хотелось, чтобы ты смотрела на меня без страха Чтобы мы могли поговорить Я думаю, нам не о чем говорить Почему бы нам не попытаться Узнать друг друга лучше Марикуза Послушай В тот вечер Ни один из нас Не был самим собой Я был пьян А с тобой происходило что-то странное Да, это правда Но я не дегенерат, Марикуза Я человек, который поступил плохо И очень раскаиваюсь, поверь мне Я говорю правду Я признаю, что я тоже Частично виновата Я убежала на улицу Потому что дома у меня была проблема Я хотела сделать что-то плохое Чтобы со мной случилось что-то плохое Да, иногда родители поступают с нами не совсем хорошо Знаешь Мои ведь скрыли от меня, что ты Короче Когда я уехал Я не знал, что ты беременна Ты тоже мне не сказала Почему ты не сказала? Зачем? Я подумала, тебе неинтересно, что у меня будет ребенок Я решила, что несмотря ни на что ты женишься на своей невесте Нет, нет Моя свадьба с Маги не состоялась Мы порвали с ней Родители ее увезли Я больше ее не видел Я один Марикуза Я холост Парень Ну, тот, с которым ты была в парке Он Кто тебе? Друг Я его очень люблю Марикуза Давай будем общаться Прошу тебя Дай мне возможность общаться с тобой Так мы узнаем друг друга Пожалуйста, Марикуза Тетя Луиза Мой сын Что вы сделали с моим сыном? Вы знаете, где мой сын? Скажите, где вы его оставили? Я способен вас убить Альфредо, пожалуйста Отпустите меня, Карлос Она знает, где мой сын Имейте в виду ее состояние Она не отвечает за свои поступки Она его унесла Пожалуйста, успокойтесь Альфредо Дай я попробую Тетя Луиза Тетя Луиза Идите сюда Тетя Луиза Пожалуйста Постарайтесь вспомнить Вы были в госпитале Помните Вспомните, пожалуйста Вы там были, верно? Да Я была в госпитале Вы вошли в мою палату Я спала Правда? Правда? Тетя Луиза Продолжайте говорить Пожалуйста Не молчите Умоляю Да Да Вы подошли к Колыбели И взяли ребенка Верно? Да Что произошло потом? Что произошло потом? Тетя Луиза Пожалуйста Продолжайте Я его унесла Но что вы с ним сделали? Что вы сделали с моим сыном? Ради Бога, тетя, говорите Что вы сделали с моим сыном? Тетя Луиза Ради всего святого Он только родился Ему нужен уход Ему нужна я А мне нужен он Послушайте Тетя Луиза Я прощаю вам все, что вы мне сделали Я забыла о том, что произошло Но это Это слишком серьезно Он маленький Ребеночек Он может умереть Вспомните, пожалуйста Вы где-то оставили его Где мой сын? Где мы можем найти его? Где его искать? Тетя Луиза Пожалуйста Он у них У них? У кого? Кто они? Они Они его увезли Диаволы Громко Громко Диаволю Громко 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 Все Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok